Здравствуйте, я Андрей Ковтон и приветствую вас в рубрике Лайт Ньюс. Я думаю, что каждый человек, который интересуется китайской электроникой, слышал новость о том, что компания Lenovo собирается выпустить отдельную линейку смартфонов, которые будут конкурировать с продуктами компании Xiaomi. И называться, по всей видимости, эта линейка будет K. Хотя вроде бы есть уже модели K900, K910, K920, но все равно эта линейка будет называться K. Первый представленный девайс из данной линейки будет называться Lenovo K3. Интересно, а с помощью чего гаджеты из данной линейки будут конкурировать с продуктами от компании Xiaomi? Конечно же, ценой. Для того, чтобы вы понимали, заявленный ценник на K3 будет составлять всего на всего 97 долларов на территории Поднебесной, разумеется. И вот в эту стоимость будут входить, ну уж очень актуальные технические характеристики, посмотрим. Работать девайс будет под управлением операционной системы Android KitKat с оболочкой White. За работу будет отвечать 4-х ядерный процессор Snapdragon 410. Размер дисплея будет составлять 5 дюймов, с матрицей IPS и разрешением HD. Оперативная память составит 1 гигабайт, накопительная 16. Целовая камера будет встроена на 8 мегапикселей, фронтальная на 2. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 2300 мА, и это при толщине менее 8 мм. Но фишка гаджета будет заключаться не только в ценнике 97 долларов. Также девайс будет оснащен стереодинамиками и фирменными настройками от Max Audio. Но при всем этом есть одно большое. Также обращу ваше внимание, что вслед за Lenovo K3 выйдут модели K9 и K5. Из которых K5 станет первым музыкальным смартфоном от Lenovo с уровнем звука Hi-Fi, а K9 настоящим флагманом. Надеюсь, что цены на эти новинки нас удивят так же, как и цена на Lenovo K3. При всем этом есть одно огромное но. Девайс можно будет купить по данной цене только с помощью интернета. На данный момент принимается предзаказ на сайте jd.com. А это означает, что с накрутками китайских ретселлеров цена для нас обойдется с учетом доставки в районе 140 долларов. Что в принципе тоже неплохо, но не так сладко, как 115 бюджетных накруток. С нетерпением ждем появления данных гаджетов на рынке и у нас в студии. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube и читайте текстовые новости у нас на сайте. С вами был Андрей Ковтун, специально для Android News. Да прибудет с вами Android. До новых встреч!